Моё почтение и уважение, друзья! Сегодня наконец-таки приехал мой предзаказ на Galaxy Note 20 Ultra и, конечно же, мне не терпится поскорее его распаковать и посмотреть, что он из себя представляет воочию. Каждый день нам несёт много новостей из мира науки и хай-тек. Криспер побеждает терак и спид, 5G, беспилотное авто, искусственный интеллект и цифровые деньги. Куда же всё это нас приведёт? Ответы в рубрике, куда мы катимся, на канале Antidote. Ссылка в описании. В этом году Samsung выпустил аж целых три версии Galaxy Note 20, собственно говоря, сам Note 20 и две версии Note 20 Ultra. Одна с LTE, другая с 5G. Конечно же, мой выбор пал на ультра-версию, правда не знал, какую из них выбрать изначально. Плюсы 5G-версии заключаются в самом 5G, а также в большем объёме встроенной и оперативной памяти. 512 и 12 ГБ соответственно. Объём памяти в LTE-версии составляет 256 и 8 ГБ. Но разница в стоимости 20 тысяч рублей для меня перечеркнула все плюсы, которые есть в версии 5G. Напомню, что 5G-версия стоит официально 120 тысяч, а обычная LTE-версия 100 тысяч. Поэтому я и выбрал LTE-версию, которая в соотношении цена-качество более интересный продукт, особенно учитывая, что 5G в нашей стране появится ещё не очень скоро. В последнее время Samsung взяла моду не указывать характеристики на упаковке, но в общем-то о нём всё известно и это не является какой-то тайной. Аппарат имеет яркий на 1500 нит 6,9-дюймовый Dynamic Super AMOLED дисплей с Quad HD разрешением и частотой обновления 120 Гц. Тройную камеру с лазерным автофокусом, S-Pen с более низкой задержкой и конечно же в аппарате есть стереодинамики и наушники от AKG. S-Pen это символ и ключевая особенность линейки Note, поэтому неудивительно, что именно этот инструмент фигурирует на передней части упаковки. У меня аппарат в бронзовом цвете, поэтому S-Pen на упаковке бронзовый, а в чёрном вероятно будет чёрный, а в белом белый. Бронзовый цвет это основной в этом году, точно так же как и Aura был основным в прошлом. Он очень красивый и в отличие от вариантов в чёрном и белом цвете имеет на спинке матовое стекло. Я в прошлом году говорил, что неплохо было бы, если бы вышел Galaxy Note с матовым стеклом на задней стороне и Samsung меня услышал. Поэтому конечно же мне не терпится как можно поскорее посмотреть его вживую. Вау! Ну что друзья сказать, я впечатлён действительно в бронзе. Этот аппарат выглядит просто шикарно. Блок камер по сравнению с Galaxy Note 10 Plus очень сильно изменился. Он теперь в виде большой плитки. В нём появился лазерный автофокус, который в своё время был одной из главных фишек LG G3. Это действительно очень круто. А вот что мне здесь сразу не понравилось, так это перенос качельки регулировки громкости и кнопки Power с левой стороны на правую. Я держу аппарат обычно в левой руке, а в правой держу S-Pen. И конечно же мне было очень удобно, что кнопки были расположены с левой стороны. Гнездо для S-Pen и динамик теперь также расположены слева. Пока отложу на время аппарат в сторону и посмотрю, что ещё имеется в комплекте. Сюрпризов каких-то быть не должно. Ну, я их, в общем-то, не думаю, что здесь увижу. Но, тем не менее, интересно. В маленькой коробочке, как обычно, находится скрепка для извлечения сим-карты и карты памяти. А также документация в виде краткого руководства и гарантийного талона. Для некоторых стран в эту коробочку, вероятно, будет класть ещё и чехол. Но меня, в общем-то, не расстраивает его отсутствие. Потому что уже завтра ко мне приедет фирменный Protective Standing Cover. Также в комплекте имеется адаптер питания на 25 Вт. Кабель USB-C. Наушники AKG. Да, друзья, я чуть не забыл. Поскольку я оформил покупку в виде предзаказа, то мне в подарок дали наушники Galaxy Buds Live. Отдельно они стоят 14 тысяч рублей. Так что спасибо Samsung за такой хороший подарок. Обязательно в скором времени также сделаю видео, где их распакую и поделюсь своими первыми впечатлениями. Обычно в комплект с Galaxy Note кладут ещё сменные наконечники для S-Pen, но здесь почему-то их нет. Чем это связано, я пока сказать затрудняюсь. Возможно, в этой модели наконечник не сменный. Итак, пожалуй, я уберу всё лишнее в сторону, чтобы сосредоточиться на самом аппарате. Думаю, что пора снять все оставшиеся плёнки, с которыми невозможно получить полное впечатление об этом девайсе. Как и в предыдущей модели, здесь уже с завода Samsung наклеила защитную плёнку. Это очень хорошая традиция, потому что докупить останется только лишь чехол, которых для этой модели будет очень много в различных цветах и форматах. Да, определённо, друзья, матовая бронза. Это очень-очень красивый цвет. В руке аппарат лежит отлично, его вес составляет 208 грамм. Это немного больше, чем в Galaxy Note 10+, но при этом он ощущается не таким тяжёлым и громоздким, как в Galaxy S20 Ultra. Корпус выполнен из стекла и металла, причём стекло представлено здесь новой версией Gorilla Glass, которая называется Victus. Итак, едем далее, и я думаю, что настало время включить аппарат. Уже точно известно, что он работает на Android 10-й версии с новой версией оболочки One UI 2.5, которая, вероятно, скоро появится на Galaxy S20 и других аппаратах. Но именно пользователям Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra выпала честь стать первыми пользователями этой оболочки. Поскольку аппарат включается впервые, необходимо пройти первоначальные настройки. Сейчас мы это быстро сделаем. Как я уже говорил, друзья, в России продаются версия LTE на 256,8 гигабайт и 5G версия на 512 и 12 гигабайт. Я думаю, что многих из вас возник вопрос, а будет ли хватать 8 гигабайт оперативной памяти. Сначала меня это тоже смущало, но у меня есть опыт использования Galaxy S20, в котором также 8 гигабайт оперативки. И я не помню, чтобы мне ее там не хватало, и что я бы там испытывал какой-то дискомфорт. Так что я думаю, что и в Note 20 Ultra такое количество оперативки более чем достаточно. Дисплей, конечно же, здесь очень шикарный. Он шикарный и в Galaxy Note 10+, но здесь, мне кажется, компания Samsung превзошла сама себя. Что ни говори, а в этом у Samsung просто нету равных. Изначально ходили слухи, что фронталка будет встроена в дисплей, однако, как видите, этого не произошло. И оно оформлено в виде традиционного круглого выреза. Правда, мне кажется, что здесь он поменьше, чем в Galaxy Note 10+. Кстати, можно даже сравнить. Да, друзья, как видите, он здесь заметно меньше. Так что я думаю, с каждой новой модели он будет становиться меньше и меньше, и потом когда-нибудь, наконец-таки, полностью исчезнет. Одной из самых главных особенностей аппарата является поддержка частоты обновления экрана в 120 Гц. Это реально очень круто и очень заметно, если рядом положить другой аппарат, у которого стандартная частота обновления 60 Гц. Как, например, в Galaxy Note 10+. Давайте попробуем сравнить. Увидите вы разницу или нет? Я думаю, что вряд ли вы увидите, но я увижу ее точно. То есть Galaxy Note 20 Ultra, конечно же, гораздо делает скроллинг плавнее. То есть это заметно. На камеру, наверное, это не будет так заметно. Честно говоря, я ждал эту функцию еще в прошлом году с выходом как раз-таки Galaxy Note 10+. Но Samsung ее начала использовать только с выходом Galaxy S20. Следует отметить, что работает аппарат очень быстро и плавно. Высокая производительность обеспечивается процессором собственного производства Exynos 990. Для некоторых других рынков, в частности США, в аппарате применяют Snapdragon 865+. Итак, давайте теперь проверим версию операционной системы. Сведения о телефоне, сведения о ПО. Так, я говорил, аппарат работает на Android 10 версии с фирменной оболочкой One UI 2.5. Это дорогое устройство, и компания будет его обновлять в первую очередь. По крайней мере, в ближайшие два года точно. А теперь давайте посмотрим, сколько памяти из 256 доступно пользователю. Так, память. Как видите, из 256 гигабайт доступно 221.8. Остальное все занято системой. Память, кстати, можно расширить картой памяти. И на этот раз не ущерб использованию двух сим-карт одновременно. Нет, физически тут все без заменения. Тут в этот слот можно поставить либо две сим, либо одну сим и карту памяти. Но плюс к этому имеется поддержка eSIM. Так, давайте зайдем в подключение. Диспетчер сим-карт. Видите, карта eSIM. Можно добавить мобильный тариф. Как я уже говорил, основным козырем линейки Note является S-Pen, который очень сильно изменился со времен оригинального Galaxy Note. С помощью S-Pen можно делать заметки, рисовать или просто удаленно управлять смартфоном. И именно S-Pen делает Galaxy Note на один уровень выше, чем другие смартфоны. Я не скажу, что заметна большая разница по сравнению с Galaxy Note 10+. Но субъективно S-Pen здесь чуть более точный. И его в большей степени можно сравнить с тем, что мы наблюдаем, когда пишем ручкой на бумаге. А вот по камере произошли, друзья, более заметные изменения. Во-первых, основной модуль теперь на 108 мегапикселей, что позволяет делать более детализированные фото. Давайте сразу сфотографируем, посмотрим. Вот так, друзья, каждая пылинка, каждая песчинка теперь не уйдет от нашего взгляда. Во-вторых, теперь появились 50-кратный гибридный зон и 5-кратный оптический. А что касается видеосъемки, то теперь она возможна в разрешении аж до 8К. Ну и, конечно же, друзья, лазерный автофокус, думаю, решит все проблемы с фокусировкой, которые были в Galaxy S20 Ultra. Это все здорово, друзья. И, конечно же, в полном обзоре я сделаю примеры фото-видео и также расскажу о возможностях камеры значительно больше. А сейчас, я думаю, что пора подвести итоги и поделиться своими первыми впечатлениями. Несмотря на то, что различий по сравнению с Note 10 Plus тут не так уж и много, тем не менее, они есть и в лучшую сторону. Единственное, что пока непонятно, это время автономной работы. Вроде бы объем аккумулятора стал больше, теперь 4500 мАч вместо 4300 мАч. И хотелось бы, чтобы минимальное время автономной работы Note 20 Ultra с частотой обновления экрана в 120 Гц было не меньше, чем время работы Note 10 Plus со стандартной частотой. На этом все. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то поддержите его лайком. Так я пойму, что ролик хороший и буду двигаться в этом направлении дальше. Это была всего лишь распаковка и первые впечатления. И все самое интересное вы увидите в полном обзоре. Обязательно оставляйте комментарии, задавайте вопросы. И главное, не забывайте, все самое интересное еще впереди. Всего доброго. До новых встреч.